Когда пришел новый строй, эти люди, имея опыт, они, естественно, его тут же и радостно применят. Я понимаю, упрек в том, что они воспользовались чужими трудами. Поэтому, может быть, они вызывают раздражение и так далее. Но хорошо, они делали то, что они делали всегда. Они делали то, что они умели делать. Я здесь... К чему мы это все говорили? Он не попрек людям, которые подобно ему что-то организовали. Потому что если бы они не организовывали, если бы они не садились за это дело в тюрьму, то здесь вообще наступило быть мое египетское в этой стране. То, что вы говорите об этом менеджменте, что они при советской власти это делали и воспользовались подобными перестройками. Это как раз довольно дурно, морально. Но по существу никак. То есть кто-то должен быть. Правильно. Танечка, так я про это и говорю как раз. Я это говорю в защиту либералов, которые на них разозлились и стали говорить, что вот вы... То есть грубо говоря... Тогда делали под тенью и под тенью, да? А сейчас все наружу делают такое себе. Оно такое. Здравствуйте, дорогие зрители. Это программа «Школа злословия». Меня зовут Дуня Смирнова. Меня Татьяна Толстая. У нас в гостях сегодня Марк Григорьевич Руденштейн. Здравствуйте, Марк Григорьевич. Марк Григорьевич, я сразу задам вам вот какой вопрос. Любят ли вас актеры? Ну, знаете, они настолько любят себя, что, по-моему, они не задумываются на тему того, кто любит их. Вот и за что я пошел. Они в этом настолько уверены, что, по-моему, не нуждают. Там очень маленький зазор. Я мало знаю актеров, где есть зазор между собой любимым и, так сказать, тем, чем они занимаются. Очень мало иронии вот в их, так сказать, личном отношении к своей профессии. Они очень серьезно к себе относятся. Я все-таки люблю людей, которые как бы относятся к себе немножко, как бы со стороны, умеют смотреть на себя. Это дает люфт, зазор, чтобы хотя бы ответить на вопрос, любят ли они кого-то, понимают ли они, что любят. Во всяком случае, несмотря на то, что всем кажется, что я нахожусь в тусовке, как говорится, актерской. Нет, я не нахожусь. Я даже со своим, так сказать, президентом не ходим друг к другу в гости. Мы не такие уж друзья. Поэтому любят ли они меня, я не знаю. Президент это Олег Иванович Ченковский. Повторяю, мы не дружим. Несмотря на то, что мы провели уже, так сказать, 15 лет вместе, мы не ходим друг к другу в гости. Поэтому наше... Все, что происходит, происходит в рамках дела, которым я занимаюсь. Потому что когда-то президентом фестиваля был я вначале. Но я просто понял, что в России Олег Иванович Ченковский, Олег Иванович звучит лучше, чем Марк Григорьевич Руденштейн. Что этого президентом стал Олег Иванович Ченковский. Просто из-за Ивановича? Во-первых, из-за Ивановича. Во-вторых, из-за того, что надо было подобрать красивое лицо, которое лицетворяло долгие годы все-таки отечественный кинематограф. И поэтому я долго, два года я выбирал, так сказать, человека, который во всяком случае на фоне всего происходящего был чист в каком-то смысле. Он чистый человек. Я имею с точки зрения его пристрастия, не участия в политике, не участия в рекламе. А разве это полезно вообще, когда профессионал возглавляет профессиональный проект? То есть разве здесь не возникает конфликта интересов, если великий русский артист возглавляет великий русский кинотавр? Самое главное, что у нас в наших отношениях, это Олег Иванович является лицом, но не он решает какие-то проблемы. Все-таки в кинотавре главное решает менеджмент. То есть люди, которые занимаются киноделом. Это институт, который работает круглый год. Почему этот фестиваль, в общем-то, и выжил, и будет жить уже без нас. Раз идея хороша, раз она живет и работает, то и лицо, которое ее, так сказать, представляет, должно быть достаточно убедительным. Поэтому вы же видите, что происходит сейчас в мире кино. Какие свары, какие драки. Мы эти стоим, вы обратили внимание, все дерутся, а кинотавр как-то себе занимает свою позицию. Его никто не трогает. Нет, мы делаем свое дело. И считаю, что очень хорошо, что мы так и сохранили. Мы не участвуем в распри. Марк Григорьевич, а вот вы сказали, что с артистами вы не дружите. Да. А с режиссерами? Я повторяю, я давайте дружим, что это единый мир. С многими режиссерами я, некоторых я просто люблю как людей. Давайте не о творчестве, а не о творчестве. Я повторяю, я люблю людей, которые, так сказать, вот спокойно к себе относятся. Я могу даже их назвать, это, скажем, Банелия, это Шахназаров, это, ну, наверное, на этом можно, может быть, еще можно назвать пару человек. Мне казалось, что Карен Георгиевич довольно серьезно к себе относится, нет? Нет, мне кажется, близко в общении с ним, я повторяю, есть зазор. Я вот это называю, есть зазор, где можно пообщаться, где можно сказать человеку, что звезда хоть и хороший продюсерский проект, но, скажем, плохой художественный проект. По-моему, уже. Ну, я опять повторяю, мы находимся все-таки в публичном месте. Да, в публичном месте, да, пока. И поэтому, и не услышит в ответ, там, ты ничего не понимаешь, там, идиот, так далее, и тому подобное. А вы такие вещи от других выслушиваете? Да, ну, не просто, но попробуйте сказать Абдулову или, там, я не знаю, можно перечислить почти Месленком, иногда и других тоже. Попробуйте сказать, что там, что он плохо сыграл или что это, ну, это плохая актерская работа. Вот лучше не надо этого делать, надо просто, это, вообще, к ним надо относиться как к фотографии, знаете, вот сфотографировал и не переворачивая фотографию на другую сторону, вот сфотографировал и все. Они талантливые люди в своей профессии, и беда ведь еще в том, что они прожили основную часть своей профессии при советской власти. И там есть много обид, недополученностей, и от этого возникает целый комплекс, за которых я их не хочу судить. Это их жизнь. Они дают мне возможность жить у себя дома, чувствовать себя необходимым, и делать дело, которое, я считаю, очень нужно сегодня для того, чтобы... Когда-то мы его начали, чтобы все не разъехались. Вот такая была тоска. Тут как раз момент, когда родился Кинотавр, уехал Казаков, Лямпе, Никулин, Валентин, это было такие, такой месяц был, апрель. И вот надо было как-то создать какую-то атмосферу. Это же была игра Кинотавр сначала, потом это стало институтом. А раньше это была просто игра такая, ну давайте, ребят, сыграем какую-нибудь игру, чтобы нам было не скучно. Вообще я поняла, что Марк Рикорфич, конечно, дежурный по апрелю. Потому что начиная с конца... Я вам объясню, почему. Потому что начиная с конца апреля кинематографическая общественность охватывает дикое возбуждение и волнение. Кого позовут в Сочи, а кому нет. Поэтому начинаются такие звонки, выяснения, а кто там в жюри, а вот как, вот там и так далее. И вот тогда все вот эти чаяния и надежды, они вот где-то к концу апреля начинают Марк окружать. Потому что в конце мая уже надо вылетать туда, в Сочи. Да, всем же хочется поехать туда на море, там и кино посмотреть, и Раков поесть, и в море покупать. Да, вот. И тогда начинается, тогда он заступает на дежурство. Потом вот происходит фестиваль, потом фестиваль кончается, и Марка как бы нет в этом пейзаже. Вот текст-то помните про дежурного по апрелю? «И с конца в конец апреля путь дежуря. Стали звезды и крупней, и добрее». А эти звезды киношные добрее не стали. Крупнее может быть каждым годом? Любая же профессиональная тусовка, да, профессиональное сообщество, всегда хочется сказать, что вот чужой, который к нам пришел, он обязательно самый жулик. Но вообще он не достоин с нами такими прекрасными за одним столом сидеть и одновременно выпивать, рыгать и похрюкивать. Потому что он это делает не так прекрасно, как мы. Нам-то можно. А он что так? А кто придумал само название? А знаете, очень трудно. Сначала было «Кентавр» название. Потому что мы шли по принципу, чтобы и два конкурса, как мы говорили, кино для всех, и кино для избранных. Мы называли это кино для головы, и кино для остальной части тела. И поэтому родилось слово «Кентавр». Но оказалось, что в Питере есть «Кентавр», фестиваль документального кино. И кто произнес слово «Кинотавр», сегодня никто не помнит. Жалко, что не помнит, правда? Потому что «Кентавр» – ну, хорошее или плохое слово, трудно сказать в данном случае. Потому что, ну, соединение двух несоединимых, начал, такой почтенный мифологический образ и так далее. А «Кинотавр» – это уже игра слов, что гораздо тоньше. Мне тоже так кажется. Когда-то Говорухин сошел за название, какого черта надо было. Я говорю, забудут постепенно, ответят от всего. Но слово «Кинотавр», как уже не переделывая это название этого фестиваля, оно останется на нем навсегда. Марк Крикович, хорошо. Значит, артисты вас не любят, потому что они любят только себя. Режиссеры раз-два общался, с которыми можно общаться, потому что мало вменяемых. А женщины вас любят? Нет. Как нет? Нет, конечно. Я их люблю. Это точно. Я, в общем-то, свою жизнь посвятил женщинам. Потому что я вообще считаю, что это единственный способ существования мужчины. Это его мускулатура. Не зал спортивный, не футбольное поле. А вот ожидание, вот это, что еще, что это еще не последняя любовь, вот это наша мускулатура, ради чего, в общем-то, все и делаешь. Поэтому для меня было неважно тоже, любят они меня, не любят. Главное, что я влюблялся. И ради этого что-то делал. Всегда, понимаете, мне скучно. Если у меня нет вот этого ощущения, что я это должен сделать для нее, то остальное бессмысленно. Они-то, наверное, чувствуют, что мне все равно, любят они меня или не любят. У меня есть вообще теория 16 лет. Я три раза женат, и каждый раз я прожил с каждой женой 16 лет. А вы заранее решили, что будете проживать в 16? Или так оказалось? Так оказалось. Вот я вырастил дочь первую, и исполнил 16 лет, и как бы закончился какой-то цикл, и мы разошлись. Здесь главное, мне кажется, для мужчины, это уметь сохранить все хорошие отношения со всеми женами. Главное, чтобы не страдали. Ну, чтобы дети были, не чувствовали ущербности этой ситуации. Вот и все, я считаю, что для мужчины главное. А у меня так сложилось, потом еще 16 лет. Еще 16 лет. Вот, может быть, еще повезет. Еще 16 лет будет. Я называю это ощущение СВ. Это когда идешь в поезд, в вагон СВ, и думаешь, кто окажется на соседней комнате. Кто будет рядом? Вот это то, почему я ненавижу. Есть детьми СВ, СВ, одно, без компании, полный ужас. Идешь и думаешь, кто будет рядом? Это вы так думаете. А здесь я понимаю, что чаще всего, конечно, рядом оказывается храпун какой-нибудь, и очень трудно пережить. Я обычно сейчас, вот я когда езжу, я беру два билета в СВ, потому что никто уже рядом не был. Храпун, это очень хорошо, когда храпун, а если рядом весельчак? Поговорить, который любит, это ужасно, я согласен. Но вы когда садитесь в поезд, вы рассчитываете на романтическое приключение? Я это как образ сказал. Вот СВ это для меня образ ожидания того, что, можно сказать, из-за поворота там, ну это будет чуть-чуть пошловато, понимаете. Вот такое ощущение, желание, причем, повторяю, этот объект может быть в стороне. Здесь очень важно собственное ощущение. При этом я не могу сказать, что я не буду его добиваться. Я буду его добиваться и желать, чтобы этот объект был рядом со мной. Но... ВСВ? Не ВСВ. СВ на 16 лет, ну хорошо. Ну это же образ, Таня. Март Григорьевич, а тогда от вот этого высокого романтического совместного спанья на мягких койках сразу... Мягких на узких койках. Давайте перейдем, если позволите, к малоприятному времяпрепровождению, которое вас, к несчастью, постигло, к тюрьме, в которой вы были на узких нарах, наверное. Я не была в тюрьме и совершенно не знаю. Это было очень страшно. Да, я не буду сказать, это было очень страшно. Это вообще, я считаю, главный период в моей жизни. Вот если я и состоялся, как ни странно, просто как окончательный мазок такой в мужском характере, то это тюрьма. Потому что... Вообще вот у меня есть такая единица человеческого горя, моя личная. Это новогодняя ночь с 31 декабря 1986 года на 1987 год. Администрация тюрьмы, чтобы нас поощрить, включила радио до 4-х часов утра. И мы слушали вдвоем трансляцию с Красной площади, как гуляли все наши знакомые. Концерт, песни, люди все гуляли. А мы вдвоем были заперты вот в эти стенки, тишина страшная. И вот два здоровых мужика просто отвернулись друг от друга к стенке и плакали. Окончилось все инфаркт. Там же? Там же, да. У меня инфаркт случился 1 января 1987 года. Самое важное, что именно инфаркт, после которого я выздоровел, я вернулся обратно на эту камеру, и я понял, что либо я все, либо я выжил. Я начал отжиматься между двумя кроватями. От ноги в одной, руки в другой. И вот я довел отжимания до двух тысяч отжиманий в день. Я вышел стройный, подтянутый. Дело в том, что меня оправдали через год, в течение года. Год ровно почти. То есть вы были вследственными? Нет, я был под приговором уже, это было не следственное. Меня осудили, в 6 лет дали. За что? Ну, захищение социалистического имущества в особо крупных размерах. 3 322 рубля за 10 лет. Ну, это придуманный был приговор. И, так сказать, все было делалось для того, чтобы кто не дал показания на министра культуры, тогда Демичева, те шли в тюрьму. А кто давал, тот уходил своими ногами. А его снимать, что ли, собирались? В чем там была интрига? Я понимаю, но... Интрига была в том, что считалось, что ему дают взятки, ему, там, директору Росконцерта. Там было... Это был 83-й год, Андроповское начало всех этих репрессий. Это придуманные были вещи. Хотя, повторяю, все, что предъявлялось, вроде бы, по тем законам и меркам, это было все правильно. Вы же были администратором тогда. Я был директором программы странных Росконцертов. Да, в Росконцерте. Вообще всегда в Москве ходили легенды о том, сколько администраторы Росконцерта зарабатывают и дают зарабатывать артистам. Но какое количество там левых и незаконных денег крутится вообще в этой системе? Вы знаете, в основном, я вам могу сказать, это была правда. Это была правда. Мне бы даже сейчас не хотелось спросить, что эта правда не относилась ко мне. Потому что меня, когда приходили там следственные органы, меня искали в подвале. Я жил в подвале. Так получилось. Я пришел в тот момент, незадолго того, как началась вся эта история. Будем прямо говорить, я не успел заработать этих денег. Я не успел заработать этих денег, да и не стремился. Был такой момент, когда это мне очень нравилось, это было мое становление. И я как бы старался, чтобы все было хорошо на гастролях. У меня же были хорошие такие звезды. Машина времени, Лещенко, Винокур, Пламя, ансамбль. Надо было хорошо организовать их гастроли, чтобы вовремя все было. И для этого надо было платить, платить и платить. У нас концерта же ничего своего не было. Я бы только один эпизод, который был в моей неделе, это перевозка аппаратуры. Кого не спросишь, да? Значит, была несправедливость. Знаете, я вот честно ничего не нажил. У меня ничего нет. Я вот пустошь, да? Я только хотел сделать как лучше. А они? Кровавые сатрапы напали, отняли, подговорили, подвели под монастырь, осудили. Никто не скажет. Да, я украл. Все украл, все, ты у матери, эх, попался. Черт. Хотя на самом деле, правда, именно в этом. Это была такая игра. Казаки-разбойники. Кто попадет, кто не попадет. Ну, это, в общем, естественно, что каждый чувствует себя жертвой. И чувствует, что я прав, а остальные все неправы. Люди работают под током высокого напряжения. Попался, упал, обуглился. Потому что вся система администрирования, вся система советского закона была устроена так, что работая на этой работе, ты как бы подписывал кровью договор с чертом. Там будут только нелегальные деньги. Там никто не может выжить, никто не может спеть, танцевать и все прочее, если не будут нелегальные деньги. Но любопытно, что это стопроцентная правда. Не было ни одного человека, который бы об этом не знал, ни одного человека, который бы не участвовал в этой, так сказать, антидоконной деятельности. А потом все жалуются, что попался это я, я обуглился, а эти вышли белые. Ведь на самом деле это были такие формы существования рыночной экономики при социализме. То есть, когда она полностью запрещена, у нее были такие, как бы, всполохи в разных местах. Да. Вот как в восточноевропейских соцстранах, там, я не знаю, Польша, Чехия, да, ведь там же был такой редуцированный социализм, там можно было, там, возможно были, там, частные парикмахерские или частные прачечные. То есть, такие вот именно, что ростки, даже не ростки, а полулегальные, но при этом полузапретные, в принципе, враждебные социализм, у ростки капиталистов. Правильно, жизнь враждебно социализм. Совершенно верно. Вот они пять лет издевались. Следователь по особо важным делам, он сейчас возглавляет фонд «Антимафия». Очень интересно. У меня произошла через много лет с ним встреча. Я был членом президентской комиссии по созданию закона об авторских правах. Побежал на совещание прямо вот перед началом. Сел за стол, а все сидят, министры, там, культура. Я начал знакомиться, кто в комиссии. И читаю список, и нахожу на фамилии следователь по особо важным делам. Я понимаю, что человек, которому я хотел очень много в жизни сказать, который практически отнял у меня шесть лет жизни, где-то находится рядом. Я медленно поднимаю голову, а он сидит действительно рядом. И я, который мечтал ему что-то сказать, улыбнулся, и мы начали обсуждать закон об авторских правах. Вот так примерно через много лет. И ничего я ему. То есть, раба я себя в этот момент не выдал. Да, законы были идиотские, поэтому их приходилось нарушать. Да. Для того, чтобы выполнить вашу работу. А его работа состояла в том, чтобы следить за соблюдением закона. Вы знаете, есть... Или вы думаете, что там было что-то личное? Я повторяю, нет, личного не было. Там была обида, что я не дал показания на того, кому ему надо. Вот и все. Мы тоже нас гнули, как пружины. В какой-то момент мы начали давать показания, что мы водили в рестораны. Но когда дело дошло до явного вранья, я мог спасти себя. Вот здесь есть момент такой, что... Вот человек пружина. Если ее сломали, все, ты не человек. Если все-таки тебе удалось в какой-то момент понять, что еще шаг, и ты переступаешь эту черту, то то же самое и с ней. Он же прекрасно видел, приезжая ко мне домой, на след... Он же видел, с кем имеет дело. Он же понимал, что перед ним ни вор, ни убийца, ни хищник. Он же прекрасно... Ему только нужны были мои знания об обстановке внутри Росконцерта. Больше ему ничего от меня не надо было. И он все равно посадил меня, несмотря прекрасно, понимая, что... В каком году вы вышли? В 87-м году. И вот с этого момента начался вот... Ну, вы знаете, что я обратил внимание, я всегда рассказываю, это... Всегда до этого времени, когда меня вызывали к начальству, у меня потели руки. В горком партии я занимался все-таки культурой, там, часто нарушал какие-то законы. Я всегда чего-то боялся. А когда я вышел, я организовал этот знаменитый рок-фестиваль в Подольске. Первый, единственный. Я, кстати, больше люблю Чумкина Тавруеву, потому что там действительно был вызов обществу. Да, и когда меня опять вызвали в горком партии, значит, снимать с работы уже после, я посмотрел на руки, они были сухие. И вот я для себя вот этот отсчет... Я счастлив с 87-го года. Вот с того момента, когда перестали потеть руки. Марк Григорьевич, а правда ли, что вы продали Кинотавр? Да нет, конечно, неправда. Был момент, когда я хотел... Десять лет, когда я Кинотавр исполнился, я хотел его передать такой финансовой корпорации. Более того, они даже этот Кинотавр десятый проводили с точки зрения прощания со мной. И я попрощался, и все это было очень трогательно. Но я вдруг увидел, что этим ребятам нравится все на фестивале, кроме кино. А они начали кино загонять. Это был тот знаменитый фестиваль, где шоу-группы. И все, что происходило вокруг фестиваля, превалировало от кино. И я испугался, я понял, что если я отдам им в руки, и более того, это была даже угроза жизни, то, что я им отказал. Что они потратили деньги на этот фестиваль. И после окончания фестиваля я встал в такую жесткую стойку и сказал, нет, ребят, я вам не оставлю это пока. И эти нашли в сторону. Они доводили до смешного. Они говорят, а зачем вообще в зале крутить? Давайте по кабельному телевидению, в номера прямо. Кино? Пока. Ну да, ну вот. Ну вот такая была у них. А главное, чтобы было концерты, шоу. Где вы нашли этих диких людей? Вот, вы знаете, они сейчас существуют. И более того, я вам должен обрадовать вас. Они дают деньги на кино, которое снимается в Питере. Они сняли фильмы последние. Моя схема. Вот последняя картина. Они дают деньги на кино. Я их втяну в кино жизни. Несмотря ни на что. Они цивилизовались. Я не могу сказать, что они цивилизовались. Они поняли, что это кино через два года, наше даже российское кино, станет таким хорошим бизнесом. Но это сейчас мы еще продолжаем куда делать, что делать. Все нормально. Идет процесс необратим. И они это почувствовали. Сейчас ведь основные фильмы, запомните, финансируют опять теневые структуры. Маргарий Николаевич, я в это не верила и не верю. Потому что когда мне говорят в то, что какое-то кино снимается не на государственные деньги, потому что когда мне называют кого-то независимым продюсером, потом кончается тем, что я его встречаю в приемной в Госкино, значит, в приемной у руководства. Понимаете? Все мы хлебаем из одного корыта. Я с вами полностью не согласен. Я снял около семи картин, только никогда я не стоял в коридоре. Во всяком случае, первые семь лет кинотавра я вообще не заходил в Госкино. Первый раз, когда мне позвонили, и близко не подходили. А я не знал, где она находится. На спонсорские деньги. Я вот снял картину, я купил когда-то картину «Интердевочка», заработал на ней. Это был первый момент, когда можно было делать цены по 3 рубля, даже статьи появились там. Руденштейн спекулирует. Но мы заработали очень много, сняли фильм «Супермен». И на «Супермене» это был последний отече-советский фильм, будем говорить, уже российский, который собрал прокат. Короче говоря, в 90-м году на счету компании вместе с «Интердевочкой», «Суперменом» и другими еще двумя картинами у меня было 13 миллионов долларов на счету. Я был богаче Березовского в тот момент. Поэтому и я ввязался вот в историю с этим фестивалем, потому что я четко понял, что после пятого съезда, когда они объявили свободу творчества, они не поняли, что не попадают в другую клетку. Клетку коммерческую, прокатную. Потому что я уже видел, что появился Тагиза Дэ, который, да, да, все вы знаете, да, и что история кончится плохо. Так и кончилось. Я понял, что никакие деньги, ни мои, ни государственные, против тех денег, которые стали на сторону американского кино, а на сторону американского кино стали три министра кино, Сизов, Павленок и Иршов стали замами у Тагиза Дэ. Я понял, что единственный способ это вот создать фестиваль, что наступают трудные времена. Хорошо, Марк Николаевич, а то, что касается фестивалей. И сейчас же тоже происходит то же самое. Организуется где-то фестиваль или, вот сейчас я слышу совершенно сумасшедшую идею, фестиваль в Лос-Анджелесе. Министерство культуры выделяет 10 миллионов. Российский фестиваль в Лос-Анджелесе. Российский фестиваль в Лос-Анджелесе на это выделяет 10 миллионов рублей. Больше, чем на фестивале. Там любые фестивали, которые все существуют. Я могу назвать фамилии, потому что это люди и замминистра, и... В чем смысл? Туда только одни билеты платить лететь? Вот я и спрашиваю, зачем это? Когда-то вот мой любимый, опять же вспомню, не в суевую, не в суевую, хотел вызывать фестиваль российского кино на корабле в Австралии. Это мы разом, если сегодня можно 2 миллиона потратить в Ницце на то, чтобы приехала там Вэм Белтибор, или как ее там фамилия, там какая-то звезда западного кино, ну, они тратят наши, все олигархи могу перечислить, все фамилии, которые там были. Кто-то спел Махнатый Шмель, кто-то спел это вот, да. И что приехали две звезды, 2 миллиона долларов отдали, чтобы погулять на корабле в Ницце. А здесь, чтобы взять на фильм, на хорошую идею, там, нету пока еще, вот нету, я не могу даже понять их психологию. Что у нас хуже свои Белтиборыш, что у нас хуже, ведь они же везут еще наших девочек туда, помимо Белтибор, чтобы еще развлекать. Все же есть здесь в стране, зачем отдавать 2 миллиона долларов на вот эту тусовку на корабле в Ницце. Я слушаю вас обоих, ну, больше, Марка Григорьевич, что он рассказывает, но я ничего не понимаю в возможном даже устройстве такого рода вещей, поэтому я просто вас слушаю как сказку на ночь, спокойно, но эти малыши, я ни хрена не понимаю, о чем вы говорите, о куда, о чем. Я вас хорошо запутал, значит. Да, меня, во всяком случае, замечать. Я, причем, не травматизирую события, я жду просто, когда у них появится государственность, как-то ощущение. Понимаете, самое страшное, что совершила наша страна, вот за 70 лет, и потом, когда началась перестройка, это то, что в людях нет ощущения, что здесь что-то надежное, у них нет вот этого ощущения государственности. Вот видите, разница между, когда мне говорят, ну, и в Чикаго в 20-х годах, я всегда говорю, в Чикаго те деньги, которые не воровали, оставлялись в Америке, они там и работали. Разница между Чикаго и Москвой в том, что деньги, сворованные в Москве, остаются в Чикаго. Понимаете? Если бы не оставались здесь, ничего страшного. Почему я говорю, что все эти надо простить, чтобы нестировать все деньги, кроме кровавых, будем говорить, бездравств. Но вот все остальное, то, что мы говорили плохо, спекуляции, форца, все это надо простить и разрешить вернуть в страну, потому что, ну, они же там погибнут, эти деньги. Я хорошо помню, как это был год, наверное, 85-й, и я, соответственно, училась в школе, и один из моих друзей устраивал квартирный концерт. Вот, туда приходили люди, ну, вы знаете, что такое квартирники. Они там платили по 2-3 рубля, или как-то так, да, в основном это все шло музыканту, и какие-то копейки... Ну, водку и колбасу хозяев. Да, оседало в карманах хозяев. И родители страшно возмутились, что как же так это делается за деньги. Что в наше время все нелегальное, благородное, святое и прекрасное было совершенно не за деньги. А вот просто это, чтобы люди слышали, чтобы до них бы стучаться и так далее и тому подобное. Я тогда внутренне задрожала. Но в том, что касалось там политической деятельности, в общем, это всячески духовно поддерживалось... И считалось подвигом в том, что касалось экономической жизни, это подвергалось астракизму и презрению, да. Фарцовщики, цеховики, там и так далее и тому подобное. Это все отрибие. Это все, это все потому, что наша интеллигенция это либо физические, либо духовные потомки семинаристов. И вот закон Божий, хорошо выученный в своей, предложенной нам версии, он не знает денег, да. Не собирайте себе сокровища на земли и все такое прочее. Будьте как птицы небесные, лилии полевые. Ну, очень легко предложить быть лилией полевой человеку. Ну, лилия полевая, вообще-то говоря, страшно, если с точки зрения биологии, лилия полевая – это такой монстр. Во-первых, она ногу засунула в землю и с дикой силой из этой земли качает себе воду с минеральными веществами, она себя, так сказать, обогащает. А у вас сейчас какая ситуация финансовая? Я имею в виду уже смена, потому что одни говорят, что вы весь в долгу, как в шелку, а другие говорят, что у Марка-то все в порядке. Я не бедный, я себя очень хорошо чувствую. Я когда-то написал, сказал знаменитую фразу, и рижане ее взяли, перекоммутировали, я сказал, что я засовываю руку в карман и чувствую себя мужчиной. Я имел в виду, что мы до перестройки, мы не могли совершить поступок ради женщины, не было этих лишних денег. Сейчас я себя чувствую нормально. У меня есть все для того, чтобы чувствовать себя мужчиной. Достаточно денег. И долги. Главное, что я избавился от той фразы, которая произвела, что я должен. Нет, я никому уже сегодня. Опять не я должен, должна была компания моя. Да-да-да, так я и спрашиваю. Должна была моя компания, и очень много денег должна была по... Думаю, иногда доходил долг до миллиона, полутора миллиона долларов. Но мы брали кредиты, делали фестиваль, отдавали, постепенно зарабатывали, выкручивали. Единственное, что я не делал, это я не снимал кино. Семь лет уже я не снимал кино, вот сейчас мы запустились, там не будем снимать кино. А так, повторяясь, сегодня я себя чувствую в этом смысле уже спокойно. Я никому ничего не чувствую. А какие у вас отношения с Никитой Сергеевичем Михалковым? А с Никитой Сергеевичем Михалковым как с Дзержинским. Будет одинаково, ну, почетно, что его другом, что его врагом. Знаете, это... я уже был... Все равно конец вам придет, да? Я был... Вы знаете, я опять вам вначале сказал, я его пока не интересую. Нет, а вот была какая-то история, вроде бы... Какой-то был, по-моему, конфликт с Никитой Сергеевичем. Да, я могу рассказать, я уже не знаю, что сказал точно, что мы обменялись уколами, после чего мы, естественно, долго не общались. Никита Сергеевич, побывав у нас на фестивале, очень высоко оценил фестиваль. Он сказал, что он не знал, что это хорошая, самая серьезная лаборатория. Кстати, это все делали, кто первый раз побывал. Но Никита Сергеевич приехал с фестиваля, в газете «Вечерняя Москва» написал фразу, которую, естественно, все сразу уже не создавал, что Руденштейн в течение 12 лет хотел сделать престижный фестиваль, но дворняга никогда не может стать породистой собакой. Ох! Это оптентованный Никита Сергеевич. Да, я ему ответил. Никита Сергеевич, в России каждый дворовой мечтал службой Отечеству выслужиться до дворянина. И вы тоже, кстати, ваша семья тоже была из дворовых, а вдруг стал дворянином. Так вот, я говорю, лучше, когда дворовой дворняга хочет стать дворянином, чем когда становится хуже собаки. Вот так мы обменялись уколами, после которого мы очень долго не разговаривали. Есть такое противопоставление, просто такая вот двойная позиция. Модель, двойная модель, барин и управляющий. Понятно, кто что делает. Вот вы кто? Как вы себя чувствуете? Вы барин или управляющий? Будем говорить, я хозяин. То есть барин. Ну почему барин? Барин – это человек, который уже достаточно заработал денег, и как бы от слова барство. Нет, 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 нет. Не так, может быть, я неправильно. В том-то и дело, что вы сказали хозяин, то есть вы сразу объединили эти два понятия вместе. А если вот имеется усадьба, есть человек, которому она формально принадлежит, есть человек, который работает, чтобы она давала доход, ну, чтобы хотя бы барин ел. То есть другими словами, барин отдыхает и владеет этим, а управляющий работает и владеет этим. В данный момент я, будем, скажем, я отвечу на вопрос, я управляющий, который вынужден работать, чтобы хозяйство имело на что жить, чтобы... Вы знаете, я очень плохо вообще себя ощущаю, вот эти все слова, президентство. Я по психологии, еврейской психологии, в советское время мы себя никогда не готовили к руководящим должностям. Мы были вторыми. Если я был замом там, или парка культуры директора, мы как бы рожали идеи. И когда наступил этот период, это, знаете, первый центр досуга, я там руководил директор, потом президент, у меня по сей день покалывает под ребрышками, я не привык руководить. Портится характер, когда ты руководишь людей. Вот раньше я только давал идеи и не отвечал, директор отвечал за людей. А вот когда наступил период, и все больше и больше народа оказывал зависимость от тебя, что ему надо платить зарплату, ему надо дать квартиру, то есть от этого так страшно портится характер, потому что, во-первых, мы получили после 80-90-х годов страну бездельников, которые только, в общем-то, и ждали, чтобы им платили зарплату, но не знали, что надо и работать за эту зарплату. И вот это чувство у меня все время не мешает жить. Потому что волей-неволей я кого-то должен лишить работы, волей-неволей кто-то остается без зарплаты или без возможности существования. И вот это президентство... Я постоянно чувствую себя. Поэтому я так легко, когда шмидко спрашивают, ну вот мы сделаем фестиваль государственным, мы же можем и заменить тебя. Я говорю, замените. Если вы сделаете его государственным, вы уже поставите мне памятник. А вот с точки зрения, что вы волнуетесь, что я буду очень волноваться, что если кто-то станет другой директором или президентом этого фестиваля, то меня это уже сегодня не волнует. Когда вы затевали этот фестиваль, то вы уже сказали, он получился случайно, как вы сказали, то есть задача была, чтобы люди не уезжали, чтобы что-то оставалось здесь. Искусство оставалось здесь, в нашей стране. То есть вами что больше руководило? Вот желание праздника или желание заработать? Вы знаете, любовь к себе. Вот любовь к себе, вы не поверите. Расскажите. Вот я человек маленького роста, они все страдают комплексом Наполеона. Очень важно, чтобы это не был шизофренический комплекс. Чтобы это был нормальный, с юмором. Мне, естественно, хотелось нравиться женщинам, они на меня не обращали внимания. И когда появилась возможность что-то сделать, то любовь к себе. Потому что нас же всю жизнь учили, что надо любить страну, людей. А забывая, что вот и люди. И вот эта любовь к себе, к дорогому, желание не подниматься на цыпочки и кричать, что я Руденштейн, а чтобы я шел спокойно, как я сейчас иду и слышу, он Руденштейн пошел. Вот это самолюбие, в хорошем смысле этого слова. Это очень почтенное желание, очень почтенная амбиция. Потому что человек из случайного, из среднестатистического, хочет перейти в ранг личности, события, за помощью человека. То есть вот эта вот амбиция войти в историю, слава. Почему-то вот опять-таки есть такое интеллигентское, абсолютно придурочное представление о том, что надо всего стесняться, и надо слиться со стеной, и ходить в серые дирюшки и так далее. А существует совершенно истинное человеческое стремление к славе. Слава – это хорошо, это правильно, это честь и слава. Ну, конечно. Это ради Бога. Евгения Шварцева спросила, вы хотите славу? Он сказал, славу. Кто же ее не хочет? И это честно, позитно. Тогда ты не затеряешься среди червей. А останешься? В книжке записано. Маленького роста. Газмановый, Глазина. Вот все мужчины маленького роста, им приходится прилагать гораздо больше усилий. А Киркоров-то что ж так поет громко? Это исключение. Там можно уже с городу сделать. Это исключение. Я повторяю, нам мужчинам маленького роста приходится прилагать гораздо больше усилий. Во-первых, чтобы понравиться женщинам, так, чтобы что-то добиться в жизни. Вот это состояние, чтобы тебя заметили, это было... И главное, что я понял, что я остаюсь жить в своей стране. У меня же все уехали. Я один. Как я иногда шучу, я сирота. Мамы, папы, братья, все там. Они из Одессы. Не могу еще два платья. И тюрьма, и маленький рост. И еще все уехали. Ужас, брат. Молшатин. 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 Бедный, бедный. И вот выжил. И Михалков обозвал. И выжил, и чувствует, и Михалков обозвал. И поэтому, повторяю, вот это ощущение, то, что надо жить здесь, чтобы не сойти с ума, чтобы вокруг тебя что-то вертелось. Самому организовать свою жизнь. И если мы никому не нужны, если мы сами себя не любим, никто нас любить не будет, и не будет никакой жизни. Все, я вообще считаю... Ну, это не я сказал, сказал Станиславский. Все актерское мастерство должно построено быть на эгоизме. На эгоизме. А вы актер по образованию? Я учился в Щукинском училище, режиссерский, актерский футент вместе. Это был один год. Нет, у меня образование, я не закончил, меня исключили, когда братья уехали в заграницу, был момент, когда я зашел в голландское посольство, был скандал. Ну, это долгая история, рассказывать не хочется. Да, не исключили. Вообще у меня одна профессия. По сей день трудовой книжки. Я ее с гордостью держу в сейфе. Я слесосудосборщик третьего разряда. Больше у меня никакой профессии в книжке не стоит. Я ее не заполняю, даже потому, как я сам президент, и мне нечего ее заполнять. Там стоит слесосудосборщик третьего разряда. Я на пенсию иду слесосудосборщиком. Вы сказали, что вы сделали фестиваль для себя любимого. Но, тем не менее, действительно, я помню, что когда начался кинотавр, что это действительно было такое спасение, потому что это был период, когда актеры страшно обнищали, киношники страшно обнищали, когда в кино была ситуация абсолютно депрессивная. С одной стороны, сказали, что вы это сделали из эгоизма, а с другой стороны, в нескольких ваших интервью, вот мы с Татьяной обе читали, что вы как-то обижены на киношную среду. Мы вообще первые четыре года себя чувствовали очень хорошо, нас очень любили, и я понимал, что это не может быть вечным. Потому что мы были как бы единственной большой фестивалей, и мы не просили ни у кого денег, из-за этого не было интриг. Все началось с момента, когда вот не было, как говорится, несчастья, да счастья, по-моему. Черномырдин на нас обратил внимание и дал, решил дать там денег. Он открывал фестивали два года. И вот с этого момента вся киношная среда, я не говорю, что вся, а та, которая волнуется о перераспределении денег, будем говорить. И вся средошная среда заволновалась. Они начали бояться, что фестиваль, значит, отвлечет на себя внимание государства. И вы даже не знаете, что было письмо, подписанное ведущими кинематографистами, в том числе и Германом. И это письмо на следующий год, когда Черномырдин принимал опять делегацию кинотавра, ну, гостей кинотавра, лежало в кармане у Сергея Соловьева. Пока я делал свое дело, ни у кого ничего не просил, я, так сказать, спокойно себя чувствовал. А когда я высунулся, они же, понимаете, они по сей день не понимают, откуда я. Я абсолютно не их, не человек, не из их среды. Я появился, вот, и они думали, я всегда шутил на тему, они думали, ну, побесится новый русский, не успокоится там, проведет два-три фестивали. Я говорю, ребята, я не новый русский, я старый еврей, поэтому я не успокоюсь, мы евреи не бросаем. Один и тот же человек, он в разных своих проявлениях бывает и раз. И смотреть на это, поучительно, любопытно, вообще знать про людей, про человечество, какие-то вещи, это хорошая терапия. Опыт одних людей примеряет тебя с существованием других людей. Поэтому, в общем-то, такой вот, ну, скажем, двусмысленная фигура его, одни вот его, вот он сам говорит, его терпеть не могут актеры, и он тоже терпеть не может. Вот так вот. А, с другой стороны, вся его жизнь, все его дела, жизнь, было связано с актерами, а у них с ним. То есть, вот такая вот парадоксальная многосмысленность, это очень любопытно, и, как говорится, ради того и позвали, чтобы посмотреть, вот как вот так бывает, да, вот в жизни бывает и вот так, вот оставят вот такие удивительные взаимоотношения людей друг с другом. Другое дело, что там смешно получается, то, что тот героизм, который описывает Марк Григорьевич, это смешно, но дело в том, что он, будучи, так сказать, человеком дела, денег, то есть приземленным, он так или иначе, ну, попал в вот эту художественную реальность, и поэтому он строит некую художественную историю о себе, в которой он, совершенно верно, в которой он такой романтический герой для того, чтобы практически муцири. Романтизму хочется, красоты. Это всякий человек рассказывает про себя свою романтическую историю. Вот жаворник вылетел, и жаворник там пи-пи-пи спел свою песню, там, синичка, всякий о себе что-то такое хорошенько-романтическое рассказывает. Иногда с лучшей дыма трубе, иногда просто тяп-ляп. Ну, конечно, да. Нет, мне кажется, что вот тут, я прошу прощения, вы ошибаетесь, Марк Григорьевич, когда вы постоянно подчеркиваетесь свою чуждость этой среде, это не так. Потому что я вам скажу, на кого вы похожи. Вы очень похожи на директоров картины. Вот была целая категория людей, да, директоров картины, которые, собственно, занимались кинематографом как производством, да, как индустрией, и, в общем, и как бизнесом. В той форме, в какой он мог существовать при советской власти. И это действительно совершенно особая часть среды, но мне не кажется, что вот вы появились, и вам все сказали, ой, какой он весь чужой, какой он незнакомый. Я тебе сейчас повторяю. Вообще ничего не сказали, присматривались. Присматривались. Вы забываете, что в Сочи оказался лакмусом, вы сами сказали, время было такое. В Сочи оказался лакмусовой бумажкой для всех киношников. Они туда приезжали, отдыхали, общались. Потом наступило время, когда не всех можно было пригласить на фестиваль. Это вызывало, и по сей день вызывает страшно. Все считают, что я обязан 4 тысячи членов союза кинематографистов ежегодно приглашать туда, в Сочи. И если я кого-то не приглашаю, часто это и вполне достойные люди, потому что фестиваль сегодня, принцип существования фестиваля, это снялся в кино, сделал кино, поучаствовал в процессе, вот это принцип. И когда это делают сами киношники, то им прощается много. Они же ведь, вы знаете, когда два человека в кино встречаются и целуются, это еще не значит, что перед вами акт дружелюбия. Чаще всего это получается как у тех двух актрис, которые поцеловались, и одна другая сказала, как ты хорошо выглядишь, как ты поправилась. Понимаете? Вот примерно такой поцелуй в кино. И повторяю, у меня с детства накопилось, я не хочу делать комплименты вам обеим, но у меня с детства голод, общение с умными людьми. Мы это не воспринимаем как комплименты вам обеим. Я страшно, вы понимаете, я страшно люблю общаться с людьми, где я могу помолчать, где я могу слушать. Понимаете? Ощущения в актерском мире у меня этого нет. Что я могу там слушать. А посему, повторяю, я ищу себе другие, другое общение. Я пытаюсь найти общение, где я, помимо того, что я могу участвовать в беседе, что я еще могу посидеть и помолчать. Это у меня возникло уже где-то после 40 лет, это ощущение. До примерно 36 лет мне хотелось всех учить. После 40 лет я вдруг понял, что надо. Что, во-первых, ну, естественно, мое образование советское не дает мне возможности. Довольно плохое образование и возможности, и бедная семья одесская. У меня не было нормально. Я только сейчас дополучаю те вещи, которые я мог получить в детстве. И должен был их получить. Я только сейчас получаю удовольствие от консерватории или от Аллы Чайковского. Вот только сейчас все это пришло. И это совершенно изменило ощущение. Мне никогда не приходило в голову, что как-то я буду сидеть и жалеть Марку Григорьевичу. А зачем ты меня жалеешь? Я разве тебя вызываю жалость? Да! Это самое обидное, что я бы мог нанести в это встречу. Я наоборот, оптимизм должен тебя стоять, что несмотря ни на что. Вопреки всему. Безусловно, вера в человека. Я жив. Нет, я не люблю ни веры в человека, ни веры в себя любимого. Только в себя. И тогда вокруг меня возникает вот тот ток, который называется там вера. То, что кто-то что-то делает, что кто-то о чем-то думает. Вот у нас в стране вот этого в последние 10 лет не хватает. Есть ощущение временищиков. Временщиков, которые вот схватить и убежать. Ощущение, что человек вот все, что он делает для того, чтобы самому жить у себя в стране, вот я редко встречаю. И когда встречаю, а есть уже, появились такие люди у нас в стране, так радостно становится, так думаешь, гладишь себе по двору, и решай, да Марик выдержал, остался, дожил. Вот если доживу еще, когда все деньги оттуда вернутся сюда, Временщиков вагон. Вагон. Да, так что надо любиться. Еще надо ребенка, может быть, родить. Мальчика хочу. А у вас девушки? У меня девочка. Одна. И два внука. Мальчик и девочка. У нас, у нас очень в семье Маша и Миша. Маша и Миша. Маша и Миша. Поэтому я говорю, что вот еще надо. Охотится мальчик. Просто я не успел, как я говорил в монетке, я не успел то и не успел это. Я передам тебе свой опыт. СМС-Машин. СМС-Машин. Всё. Спасибо большое. Спасибо большое, Ваша живота. Да вам Бог. Не могу с наслаждением ловить Руденштейна и уличать его в лицемерии. Ну да, ну вот здесь вот перетянулось, здесь в лицемерии. Ну я понимаю. Когда это делает человек, который просто только болтает и рассказывает про то, как он зайчик, пусик и лапушка, то можно в его голову разбить фарфоровый чайник. Понимаете? Когда это делает человек, который действительно сделал очень большое дело, при том, что 30 раз много кого там обманул, он обещал, не сделал, там и так далее и тому подобное, но он сделал это дело и оно работает. И в общем он прав, когда он говорит, что будет там Руденштейн в голове, не будет там Руденштейн, останется этот фестиваль и все будут, ну еще его сделал Руденштейн. Это так вот, да. Вокруг Кинотавра там масса было каких-то историй, скандалов, но они, надо сказать, совсем не всегда были связаны с Маку. Ну не могут быть все скандалы связаны с одним человеком? Да нет, все дело в том, что любая творческая среда есть тех, кто не зависть, но они, естественно, их будут. Продолжение следует...